Мы все хотим на фабрике новинок. Я Анастасия Федор, имя сегодня Сергей Жирнов. Это экс-развитник АДБТа службы со внешней разведкой России. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Привет всем нашим зрителям. Что ж, то, что сегодня происходит в Кремле, издание Financial Times называет берибаном власти. Ожидается, что Путин может представить на утверждение новый состав Кабинета Министров, пишут журналисты, которые спровоцируют закулисную борьбу за власть. В те времена видим, что чистки продолжаются, потому что суд в Москве уже расставал от того себе Антона Филатова, который есть бывшим подчиненным арестованного уже замминистра обороны Тимура Иванова. Ну и дальше пишут и российские СМИ, и также западные СМИ, что дальше будет. То, что происходит сегодня, как вы можете описать, как это все может повлиять на ближайшее будущее? Ну, я согласен, что, возможно, это какая-то подготовка к переделу власти в связи с тем, что после путинской инаугурации, когда он как бы перевступит в должность, он должен будет отправить в отставку действующее правительство и назначить новое правительство. Ну, а когда такие изменения планово происходят, то это способ для каких-то враждующих группировок, а их там много. Кремль – это неоднородная среда, это среда конкурентная. Там довольно много всяких группировок, которые борются между собой за власть на Путина и за собственную власть в регионах и в центре. То это хороший момент для того, чтобы что-нибудь там перепроделить. Плюс я не исключаю, что, конечно, это может быть подготовка какой-то отставки Шойгу, но вообще это довольно странно, потому что Шойгу, если уж надо было там отставлять, тогда его надо было отставлять в начале 22-го года, когда все было проиграно, когда все было плохо, когда все было, никакого наступления не было. Можно было в прошлом году, когда на него нападал Пригожин, но вот и тем не менее Путин его никогда не увольнял, ничего. Вообще Путин не любит освобождаться от тех людей, с которыми ему комфортно работать, а с Шойгу ему комфортно работать, потому что, грубо говоря, Путину вообще комфортно работать с любыми недоумками и с любыми непрофессионалами. Но людьми, которые ему преданы, как собаки. Вот Медведев, вот такие люди. Шойгу вообще долгожитель. Шойгу – это человек, который вышел еще из ельцинской структуры, даже там он начинал при Горбачеве в конце 90-х годов. То есть вообще дольше, никого нет, кто дольше находился на таком федеральном уровне, чем Шойгу. Он даже дольше, чем сам Путин и так далее. Вот, и поэтому его не так уж и просто сковырнуть, потому что говорят, ну, он там дурак какой-то, он там, значит, маршал такой оленевод. Вот, но на самом деле о Ниле, это я вот все время вспоминаю, этот старый анекдот про обезьяну, которая банановые корки моет в Ниле. Вот, и крокодилу говорить, дура-дура, а свои 100 баксов я в день не имею. Вот, и Шойгу тоже самое. Да, он некомпетентный, да, он ничего не понимает в армии, но он уже, там, 35 лет находится во власти. Вот, и этому позавидовать можно. И, конечно, есть люди, которые завидуют этому делу. Дальше сама история этого самого Иванова, Тимура Иванова, она, в общем, единственное, чем она не нравится власти, это то, что это супружеская чета, вернее, там, несколько чет, так сказать, потому что он там разводился, снова женился, обменивались там они с женами между собой, там, между заместителями министра и с министром. Вот, они просто очень слишком публичные. Вот, этого Путин тоже не любит. То есть, он любит, для него не проблема, когда ворует, потому что при Путине воруют абсолютно все. Путин – это абсолютно коррумпированная верхушка и абсолютно коррумпированное государство. Я бы сказал, даже не верхушка, а вообще все государство, потому что мы это видели в Ворске, да, где там на миллиарды рублей построили какой-то там объект, значит, эту дамбу, и там своровано 80%. Хоть, в принципе, этот объект, вот так звучит, миллиард, это так страшно звучит, на самом деле, это всего лишь 10 миллионов долларов. Да, 10 миллионов долларов – это не такие большие деньги, из них украли, там, половину, 800 тысяч долларов украли. Вот, то есть, в принципе, эта система, этот режим коррумпирован с головы до ног, и то, что время от времени кого-то сажают, это просто чтобы не зарывались. Потому что я вам напомню, что в той же самой фирме, которая строила космодром «Восточный», там пересажали тоже всех. То есть, на самом деле, посадки в Российской Федерации каких-то коррупционеров и взяточников довольно регулярны. Это не какое-то исключение из правил. Потому что просто, когда люди наворовали, дальше надо делиться. Если кто-то не поделился, то его посаживают. И даже если человек делится, то все равно происходит, так сказать, постоянное подрастание новых хищников. И эти новые хищники тоже хотят иметь свой кусок. И таким образом, там, постоянная видовая борьба идет внутри этого режима. Вот. Мне не очень было понятно, вот за эту неделю, почему на всех украинских каналах так, ну, с таким неким злорадством про это дело рассказывали. Потому что вам, наоборот, надо плакать по этому поводу. Потому что, чем больше коррупционеров в российской власти, тем лучше для Украины. Это в Украине, вот, когда сажают, тогда хорошо. Потому что, таким образом, у вас оздоровляется страна. А вот. А если оздоравливается Российская Федерация, значит, она будет более эффективной страной. Значит, меньше будут воровать, значит, будут меньше, больше поставлять куда-то там на фронт. И, может быть, вам станет от этого хуже. Вот. Наоборот. Я даже так вот для прикола с вашими коллегами запускал такую историю, что украинским правозащитникам надо кричать «Свободу Тимура Иванову!» Освободите его, посадите, верните его в министерство обратно. Человека незаконно посадили, ни за что посадили. Верните обратно. Коррупционер должен сидеть на своем месте и воровать. Это его право. Вот Путин ему разрешил, пусть ворует дальше. Знаете, здесь, наверное, играет фактор тот, что, когда злоравствовали о том, что кого-то посадили в России, там же и Шойгу уже был под вопросом, как пишут западные СМИ, что он мог бы быть следующим. Наверное, думали о том, что, может, это как-то повлияет на ситуацию в России, на ближайшее окружение, может как-то все измениться после того, как сыпется власть. Ну, я так понимаю, что здесь такие вещи не связаны. И то, что один человек или два, например, будет в СИЗО, оно ничего не поменяет. И ближайшее окружение Путина от этого не испугается. Наоборот, как, может, писали западные СМИ, это такой себе сигнал Шойгу, что нужно сегодня больше работать на войну в Украине. Правильно? Да, конечно, правильно. Я считаю, что вот как раз наоборот. Даже больше того, не дай бог, если Шойгу уберут, и поставят, не дай бог, какого-то человека, который немножко более рациональный, немножко более компетентный в вопросах военной реформы и так далее. Да нет, Шойгу надо молиться, чтобы его никто не убирал, никаких генералов. Ну, с другой стороны, вы знаете, здесь у меня нет также розовых очков, потому что при путинском режиме был запущен механизм отрицательной селекции. То есть при Путине, в принципе, выживают люди некомпетентные, но верные режиму. Вот, и это на всех этажах. И в этом смысле, ну, снимут одного генерала. Это мы видели на фронте, да, вот. Ну, поставили Дворникова, потом сняли Дворника, поставили Суровикина. Чего от этого поменялось? Ну, вот при Суровикине, правда, вас бомбить немножко стали больше, потому что он командующий воздушно-космическими силами. И, значит, тогда вот он после, там, октября 22-го года запустил огромные удары каждую неделю по инфраструктуре украинской. Вот, ну, с этим справились тоже привыкливые и чеченники это все дело. Ну, вот, и с другой стороны, у россиян-то в этом смысле ничего не поменялось от этого. Армия у них не стала более эффективна от того, что генералы какие-то более эффективны. Наоборот, вот, допустим, там, генерал Попов, который высказал сомнения по поводу того, что как там строится армия, и вот тут же убрались фронты, отослали куда-то там в Сирию. И слава богу, да, потому что генерал, который, так сказать, заботится о своем личном составе, который пытается строить нормальную армию, он там не нужен на фронте. Лучше пусть там остается какой-то казнократ, который ничего этого не будет делать. Тем временем поступает сообщение, что сегодня российские власти удерживают более тысячи граждан Таджикистана в столичных аэропортах, пишет Министерство иностранных дел Республики. Пишут, что в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково, например, российской столицы, без обеспечения належащихся санитарных условий, находятся почти тысяча граждан Таджикистана. Среди них есть студенты, которые проживают, учатся в России. Ну и люди, которые, так понимаю, раньше там так же работали. Что это за такая вот погоня за другими национальностями, за мигрантами? Мы помним, что Путин сказал так же, что да, есть нехватка рабочих рук, но за счет мигрантов это невозможно сделать, невозможно вот эти вот пустые места заполнить, и нужно искать какие-то новые пути. Но путь, как мне кажется, здесь один – это заканчивать войну, чтобы люди возвращались и работали. Что это за история такая в Кремле? Зачем сегодня открыли эту погоню? Это проблема умирающего режима. Это проблема неэффективного умирающего режима. Потому что, действительно, вы правы, рабочих рук в Российской Федерации не хватает. Прежде всего, потому что Путин устроил войну, куда забираются наиболее квалифицированные рабочие кадры. И эти люди, которые ушли, их заменить некем, потому что молодежь еще не умеет работать. Молодежь, кстати, не хочет работать, заниматься этими делами. Молодежь предпочитает идти в какие-то охранники, заниматься какими-то правоохранительными делами, чем экономикой. И остаются в экономике только иностранные рабочие руки, которые, кстати, раньше поставляла Украина. Украина поставляла миллионов 10, наверное, или 15 мигрантов на трудовом фронте, так сказать, внутри Российской Федерации. И тогда, когда Российская Федерация целенаправленно испортила отношения с Украиной, она потеряла и в том числе и украинские рабочие ресурсы. У нее таким образом остаются... Раньше у нее были какие-то ресурсы из стран дальнего зарубежья, из азиатских стран, какие-нибудь лаосцы, вьетнамцы приезжали. Теперь это им неинтересно. Теперь они поняли, что можно заработать деньги более спокойно и больше денег в других странах. И в Российскую Федерацию стали ездить кто? Ну, белорусы и Центральная Азия. Вот единственные поставщики. И Путин в этом смысле, он не очень умный человек. И слава богу, что он такой не умный человек, потому что для Украины это очень хорошо. Потому что у Российской Федерации есть структурная проблема. Это не разовая какая-то проблема. То есть сейчас вот гоняются за таджиками, потому что просто был теракт в Крокусе, где объявились какие-то таджики, которые были к нему причастны. И поэтому возникла история с Таджикистаном. Начали гоняться за таджиками. Напряжение, кстати, возникло с руководством Таджикистана и так далее и тому подобное. Но Путин, который говорит, надо что-то придумать, ну, действительно, а что придумать-то? У него же голова-то, так сказать, не думает правильно. Он просто хочет, с одной стороны, вести войну, которая убивает российскую экономику прежде всего. И, кстати, убивает российское население, убивает российских граждан, убивает всю организацию внутреннюю. А с другой стороны, говорит, что типа, ну, мы разберемся, у нас, так сказать, какие-то есть резервы. Нет у них никаких резервов. И в любом случае, если они откажутся от этих мигрантских рук, то они не найдут им замену внутри Российской Федерации. Ну, не знаю, если только они не станут менять на африканцев, на каких-то там кубинцев, никарагуанцев, которые, значит, там вроде там еще хуже живут, чем страны Центральной Азии. И это, я вам почему подчеркнул, что это структурная проблема, это системная проблема. Это не просто какая-то компания. Вот компания, это просто такая разовая из-за этого теракта. Но, в принципе, это проблема структурная. В Российской Федерации вымирает население. К тому же, да, отрицательный прирост населения. То есть отток населения, вымирание. Страна вымирающая. И вымирающая страна не может не пользоваться таким способом возобновления своих трудовых ресурсов, как миграция. Вот, трудовая миграция. И в этом смысле у Путина нет никакого выхода. И то, что он озвучивает, что типа мы разберемся, это он просто дурак. Просто он не разбирается в экономике. Вот. И проводит такие идеологические вещи. И это, слава богу, кстати, потому что это облегчит работу для Украины. Это облегчит вашу возможность победить Российскую Федерацию в войне. Кстати, такая же вещь. Всякие идеологические партии и движения националистические российские, типа патриарха Кирилла, типа Дугина, Малафеева и прочих всяких национал-патриотов, которые говорят, вот, тоже понаехали к нам. Ну, а кто будет убирать-то? Кто будет убирать мусор? Кто будет убирать там помещение? Кто будет работать на стройках? Россияне не хотят этим делом заниматься. Россияне, так сказать, либо пьют и получают какие-то мизерные там какие-то деньги по безработице, либо занимаются приличными работами. А вот вся основная, так сказать, масса трудных профессий и не очень денежных профессий, она вся покрывается за счет миграции. Если ее закрыть по идеологическим ли соображениям, по соображениям безопасности, по соображениям пропаганды какой-то, то российская экономика умрет совсем. Это очень хорошо. Слава богу. Пускай они этим так занимаются. Давайте скажем, Владимир Владимирович, молодец, правильно ты говоришь все. Да, надо искать внутренние ресурсы, ищи, ищи. А всех этих эмигрантов надо всех выкинуть. Правильно, нечего им этим понаехавшим каким-то там это. Все правильно. И вот патриарх говорит правильные вещи. Это все правильно. Ну и подмигнем сами себе, чтобы понять, что мы с ними их трудим. Тем временем Путину нужны люди не только как рабочие руки, а как живое мясо на фронте. Известно, что, как уже пишет Минобороны Британии, потери России в Украине достигли 450 тысяч человек. Хотя, за нашими данными, эта уже цифра перевалила за. То есть получается почти полмиллиона. Тем временем пишут в России, что электронные повестки начнут рассылать уже россиянам с ноября. Есть уже такой текст постановления. И также известно, что после отправки повестки, как пишется в документе, военнообязанному автоматически закрывают выезд из страны. Можно сказать, что вот началось то, чего ожидали, массовая мобилизация, мобилизация, от которой не скроется никто? Нет, пока еще мобилизация не началась. Сейчас идет ее отработка механизмов, чтобы вот именно последняя фраза была ключевая в вашем посыле, а именно, чтобы не скрылся никто. Потому что сейчас в этой системе есть дырки. Сейчас, даже если вы, так сказать, вас вызвали в какой-то военкомат, то, например, у погранцов не было базы данных, кого вызвали, кого не вызвали. Вы могли просто уехать, покинуть Российскую Федерацию. Вот были дырки в границе, там были дырки в других каких-то структурах. Сейчас сводят всю эту базу данных воедино. То есть все государственные структуры поставляют информацию в единую базу данных, над которыми, поскольку страна с подачи путинской в ближайшие 6 лет будет жить войной, то признано, что теперь главным курирующим министерством, которое всем этим будет заниматься, является Министерство обороны. И поэтому все базы данных ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, Министерство юстиции, приставов, ДТП, финансовых каких-то инструментов, они все теперь собираются у Министерства обороны, чтобы ни один человек не смог из военнообязанных, так сказать, из этой сферы наблюдения государства над гражданами, ускользнуть. Вот сейчас она отрабатывается, потому что ее вводили, кстати, на самом деле там было несколько этапов. С января этого года уже ввели эти электронные повестки, но это еще до конца не работало. И вот они считают, что к 1 ноябрю они не просто запустят все окончательно электронные повестки, но и сведут все базы данных, чтобы закрыть все дырки в ракетке. И по этому поводу это только после этого дела появится возможность полностью контролировать. Но на самом деле это тоже, в общем, очень хорошая вещь для вас в Украине, потому что таким образом в Российской Федерации, в общем, Путин явно совершенно собирается ввести эту войну до полного уничтожения Российской Федерации. Вот те цифры, которые называют англичане, это цифры очень консервативные, потому что они, вот эти 450 тысяч, это убитыми и ранеными. На самом деле, с вашей стороны вы говорите, что 450 тысяч только убитыми, а обычно на войне надо умножать на 3 и получаете вы тогда цифру раненых. То есть еще миллион или полтора миллиона раненых. То есть на самом деле вот эти цифры более реальны, потому что, допустим, даже Росстат приводил, например, такую цифру, что в 23-м году на полмиллиона выросло число мужчин с инвалидов. Вот, а полмиллиона инвалидов, это откуда взялось? Это не потому что там ДТП какие-то, потому что ДТП это, ну что там, 40 тысяч ДТП в год, вот, ну даже если там умножить на 2, это 80 тысяч. То есть вот эти полмиллиона инвалидов, которые добавились в Российской Федерации в 23-м году по сравнению с 22-м годом, это с фронта. Это инвалиды, которые лишились рук, ног, глаз, ушей, головы, чего там у них есть еще. Вот, ну, головы-то у них не было изначально, поэтому они, так сказать, туда и попали. Вот, но теперь вот с помощью этих электронных повесток делают так, чтобы те, у кого еще есть голова, чтобы уже оттуда не сбежали. И это очень хорошо, потому что таким образом Российская Федерация полностью становится военной диктатурой, а военной диктатуре в любом случае она убивает сама себя, потому что Путину надо выдать огромный орден за то, что он разрушает Российскую Федерацию. Вот ни один шпион иностранный никогда не сделал для разрушения российского государства больше, чем Путин. Тем временем президент Франции готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты Европейского Союза. Также мы видим, что Украина работает с США по заключению договора о гарантиях безопасности на 10 лет, и сейчас уже ведется работа над конкретным текстом. Но вот такое вот резкое заявление Макрона о том, что он готов обсуждать идею ядерную, это, скорее всего, намек Путину и сигнал, что сегодня Европа будет готова. Или все же это серьезный шаг, потому что сегодня, например, возможно, мир ближе всего, скажем так, за все время полномасштабной войны в Украине к ядерной войне. Это всего понемножку, потому что, с одной стороны, конечно, мир подвинулся к ядерному потенциалу войны общей, потому что просто последние два года об этом постоянно говорится. То есть вот до 2022 года об этом говорилось очень мало, говорилось очень с большой опаской. На Западе вообще очень не любили все эти разговоры про ядерное оружие, потому что ядерное оружие – это оружие сдерживания, это оружие, которое никогда не должно применяться. Оно существует только для того, чтобы на вас никто никогда не напал, ничего другого. Ядерное оружие для Запада не имеет никакой другой нагрузки. А Путин пытается сделать из ядерного оружия оружие применение на поле боя. И вот отсюда, кстати, тактическое ядерное оружие, которое, в принципе, не такое уж и сильное, которое сравнимо, кстати, иногда просто с действиями больших, допустим, вакуумных бомб. То есть бомба в одну килотонну или в две килотонны – это не больше, чем взрыв вакуумной бомбы. Вот ядерное. Но хотя принципиально, символически, это, конечно, совсем другая история, потому что как только применят первый ядерный припас, даже если он будет очень маленький, мир скатится в совсем другую категорию. И вот все эти разговоры, они, естественно, привели к тому, что теперь на полном серьезе начинают подходить к вопросу, а вдруг, если Российская Федерация все-таки применит тактическое ядерное оружие, то что тогда миру делать? И вот мир готовится морально и организационно к этой истории, и возникают вопросы, а как вот там быть неядерным страном, а как им защищаться, потому что Российская Федерация угрожает неядерным странам. Она угрожал, например, Голландии, где находится международный трибунал, который выпустил документы против Путина на его арест, причем угрожал там, я имею в виду, не только Соловьев какой-нибудь, пропагандист, а Медведев, который является пятым номером в российской официальной иерархии государственных деятелей. И поэтому, когда он это проговаривает, то это на полном серьезе рассматривается. Генштабы теперь рассматривают такой вопрос в оперативном плане, как к этому готовиться. И понимают, что на самом деле в мире, в Западной Европе, США, Англия и Франция являются только тремя странами, у которых есть ядерное оружие. В принципе, это оружие издерживания против них. У французов на самом деле нет доктрины использования ядерного оружия, иначе как для защиты французских интересов. И поэтому вот это заявление Макрона, оно говорит о том, что французам тоже надо, может быть, пересматривать эту доктрину, потому что она может быть слишком стара, потому что вот, допустим, ядерное оружие американское, понятно было, что его использовали как ядерный зонтик для всего западного мира, для всего НАТО. И мы знаем, что, хотя это, в общем, и не очень официально поощрялось и официально не подтверждается, но на самом деле мы знаем, что порядка 100-150 зарядов ядерных американских находится в Бельгии, находится в Голландии, в Италии, в Турции и так далее. И вопрос теперь встает для тех стран, которые ближе к Российской Федерации, например, Польша. Польша говорит, прикройте нас, Соединенные Штаты Америки, ядерным зонтиком. Мы тоже хотим, разместите на нашей территории ядерные ракеты, потому что соседняя Беларусь разместила тактическое ядерное оружие российское, поставив Польшу таким образом в большую опасность, чем раньше. И поляки говорят американцам, разместите у нас оружие. А у нас сейчас же мы готовимся к выборам европейским 6-9 июня. И Макрон в этом смысле у него, так сказать, не очень хорошие позиции во внутренней политике во французской. И он пытается компенсировать свои недостатки политические за счет геополитики, за счет международных всяких громких заявлений. И вот до этого он наделал много шуму, когда сказал, что потенциально можно там послать даже войска НАТО куда-то там, допустим, в Украину или куда-то там воевать с Россией. Теперь вот он историю с ядерным оружием озвучивает. Но в принципе это для политически это очень важно, потому что страны должны понимать, как они защищены в изменяющейся обстановке. А обстановка, безусловно, изменяется, усугубляется, ухудшается, потому что Российская Федерация грозит многим странам ядерным оружием, и поэтому надо пересматривать доктрины. Если говорить сегодня о том, что происходит в России и как себя сегодня чувствует Путин, во-первых, мы помним частое такое сравнение Путина с Гитлером. И вот сегодня мы опять слышим заявление от той же Польши, которая, к слову, захотела себе также ядерное оружие на территории. Говорит глава Министерства иностранных дел, что Россия в случае победы в Украине поступит как Гитлер, Путин будет как Гитлер, он использует украинцев, их промышленность, мол, для проложения своей войны. Как думаете, а вот такое сравнение с Гитлером, оно не льстит ли Путину и не подбадривает ли? Насколько к этому серьезно или несерьезно относится Кремля? И да, и нет. Потому что у него, конечно, сравнение, я сам их проводил давным-давно, потому что то, что он делал с 2008 года в Грузии и потом с 2014 года в Украине, это очень напоминало аншлюз Австрии в 1938 году или 1939 году, это очень напоминало Судеты 1938-1939 год, это очень напоминало то, что Гитлер делал впоследствии, начав Вторую мировую войну, вместе со Сталином, кстати. Никогда не надо забывать, что две страны начали Вторую мировую войну, Советский Союз и Германия нацистская. Но, с другой стороны, Путину это льстит, конечно, потому что я тоже это говорил, что у меня такое впечатление, что Путин на старости лет, ему просто хочется в историю войти таким самым большим бандитом, который испугал весь мир и пугал ядерные катастрофы, весь мир в течение нескольких лет. Но Путин должен помнить, чем закончился Гитлер, чем закончился Муссолини, чем закончилась Япония империалистическая. И практически ни одна диктатура, которая угрожала всему миру, она ничем хорошим не закончилась. И надеемся, что в этом смысле Путин последует за Гитлером, хотя Путин в этом смысле менее... Он не похож на Гитлера, потому что у Путина нет никакой идеологии. У Гитлера была идеология, Гитлер был политиком, Гитлер сам сформировал себя, Гитлер сформировал свою идеологию, Гитлер боролся за власть, Гитлер создал партию или участвовал в создании партии в приходе ее к власти, в строительстве государства. Ничего этого Путин не делал. Путин никакой не политик, его никто никогда не избирал. Его назначили сначала просто как чиновника к Собчаку, потом как чиновника в администрацию президента, потом как в виде государственного переворота его поставила семья Ельцина. И в этом смысле очень хороший фильм сделала Мария Певчих. Она напоминает, как это все дело происходило в 90-е годы, что Путин абсолютно не имеет никакой легитимности в качестве политического деятеля. У нее нет никакой идеологии. Он ничего не построил самостоятельно. Он не сделал себя самостоятельно. Его сделали. То есть это человек, который просто находился в нужном месте в нужное время. Вот повезло так человеку. Да, везение. Это везение. Вот так вот повезло человеку, что он оказался при людях, которые решали судьбу Российской Федерации не самым лучшим способом. Сначала в Ленинграде Собчак, а потом семья Ельцина в центре, в московской столице. И в этом смысле, конечно, ему это импонирует, может быть, как вот такой суперплохой гай такой международный. Но закончит он тем же самым, чем и Гитлер. Тем временем 9 мая на носу Путина. Кроме того, что сегодня мы понимаем, что дроны достают уже и до Москвы, и до Кремля, и до многих регионов России. Видим, что в некоторых регионах сегодня отменяют шествие бессмертного полка, также отменяют праздничные салюты. Все же, чего ожидать в этот день? Потому что, с одной стороны, пугает Украину, что Путин сделает какую-то такую праздничную атаку, не знаю, или праздничный налет беспилотников, в кавычках, конечно же. Но здесь уже вопрос, да, чего ждать России, насколько сегодня там не обеспокоены или обеспокоены таким важным для Путина днем? Я думаю, что Россия сама обеспокоена больше, чем то, что она собирается сделать в Украине. Потому что в Украине она делает бомбит каждый день. Чего ей придумать? Если бы она могла бомбить больше, она бомбила бы вас больше. Ну, могут они пособрать немножко, вот так, как это делал раньше Суровекин, то есть примерно раз в неделю, раз в две недели, потом раз в месяц был какой-то более массированный удар, чем до этого. Но ничего радикально другого, кроме использования ядерного оружия, я вообще не вижу. А в обратную сторону радикально может измениться, потому что к вам сейчас приходит другое оружие, более дальнобойное. Вот у вас формируется своя собственная индустрия производства беспилотников и всяких авиационных средств и морских средств ударных в Украине, в самой Украине. И поэтому для Украины символически было бы интересно ударить бы по Москве либо в день иного рации Путина, либо 9 мая. То есть вот это, конечно, было бы интересно. В Москве отменить парад они, конечно, не могут, потому что просто, ну, это понятно, что это значит признать, что Украина повлияла, и Запад повлиял на Российскую Федерацию до такой степени, что они боятся даже проводить это все дело. Вот. Но мы видим, что во всех приграничных районах это уже давно делается, это уже два года делается. Во многих регионах отменили воздушные парады, практически, по-моему, везде отменили воздушные парады, потому что просто боятся не просто того, что каким-то ПВО ударится по этим воздушным целям, но и что просто какой-нибудь третчик возьмется, сойдет с ума и свой самолет бросит на Красную площадь и убьют всех, кто там находится на правительственной трибуне. Вот. Поэтому от греха подальше, в общем, они, так сказать, это дело отменяют. Вот. Хотя, почему так вот пилот танка, например, не может то же самое сделать, взять, развернуть свой танк на Красной площади и пойти на эту, значит, ветеранскую трибуну, давя всех, кто там есть. Там даже стрелять ничего не надо, просто самой массой. Вот. И, в общем, я так думаю, что рано или поздно они, конечно, тоже закончат тем, что они отменят этот парад. Этот бессмертный поп, кстати, по-моему, в Москве уже давно отменен. Его не делают, потому что уже давно, кстати, он отменен, потому что он же выродился. Там же нет уже, во-первых, никаких ветеранов реально не осталось, потому что им всем там по сто лет. Все насмешаются над смешными ветеранами, которые выдают себя за ветеранов Великой Отечественной войны. У меня такая штука была с моим собственным папой, который 28-го года рождения, ему 17 лет было в 45-м году. Вот. Он, естественно, не воевал нигде. Вот. Но он работал на военном заводе, и по этому поводу ему полагалась медаль за победу в Советском Союзе в Великой Отечественной войне. А потом к этой медали прибавляются все, так сказать, мемориальные медали последующие. И он оказался с иконостасом. Вот. И у него поехала голова, и его стали приглашать к каким-то пионерам. Он стал рассказывать небылицей о том, что как там, вот чего там происходило. Хотя он ни на каком фронте не был, естественно, и никогда не воевал. И то, значит, вот таких людей даже теперь становится, практически их не осталось уже, да, потому что последний класс, это, значит, 27-го года рождения. А 27-го года рождения, сколько им? 95 лет должно быть сейчас, да, даже больше, по-моему, 99 лет, что ли, лет с математикой. То есть, в принципе, их не осталось уже этих ветеранов. Вот. И поэтому все это вырождается. Потом просто начинают какие-то смешные тетеньки и дяденьки с несуществующими медалями. Вот. И над этим просто люди смеются уже. Что ж, интересно, как всегда, интересный разговор с вами был. Благодарю вас, Сергей, за важный разговор и за то, что нашли сегодня время для нас. Тогда до новых встреч обязательно. И благодарю вас. Спасибо. Друзья, дякую також вам, что довелись до кинца. Это Сергей Швернов, экс-сторожитель КДБ Службы Зовнишньої Розвитки Росії. Дякую вам. Також пишите ваши комментарии, ставьте подобайки. Ну и, конечно, бережьте себя каждый. Субтитры сделал DimaTorzok